МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Посевная 2022". Как в СПК Артур отказались от круглосуточной работы и прибавка урожайности до трёх с лишним центнеров с гектара. Опыт русского поля. Здравствуйте, Яйна Михайловская. И это сельская среда. На начало недели в Тюменской области засеяно 40% площадей. С горохом уже заканчивают. Силы перебрасывают на зерновые, картофель и овощи. На Забудуковском предприятии Простор уже посели морковь, свёклу. Ранее капуста тоже в полях. Сейчас занимаются сортами средних сроков созревания. Машину загружают кассетами с рассадой в каждые чуть больше 200 штук. Весь процесс контролируют операторы. Они следят, чтобы посадочный барабан не был пустым. Постоянно подкладывают растения, а следом за селкой идёт бригада. Работники, как контролёры ОТК, открытые корни углубляют, или напротив, освобождают засыпанные листья от земли. А вот скорость, с которой движется машина, зависит от сорта капусты. Переставляешь звёздочки на селке, переставил звёздочки, всё, и под эту звёздочку выставляется уже скорость, чтобы барабан, чтобы быстро-то ничего не крутилось. Полтора километра, например, выставляешь, и всё, и с этой скоростью он движется, и люди успевают. Только в один конец нужно как минимум 30 минут. Не спешат. Хотя сейчас важно не дать влаге из почвы испариться. Её в этом сезоне недостаточно. То, что есть в почве, хватит дня на 2-3. Дожди, конечно, помогли, но, если что, включат поливальные комплексы. Даже если сверху немного сухо, то внутри, где кубик у нас сидит, там хватает ей влаги для развития корней. И перед посадкой, получается, капусты мы тоже проливаем кубик. Он полностью весь мокрый, сырой. А это просторы свиноводческого хозяйства «Согласия». Здесь приступили к пшенице. Весь урожай уходит на корм животных. Для полноценного рациона сеют ещё горох, овёс и рапс. На их посев специалисты вышли несколько раньше. Загружают семена пшеницы прямо в поле. На это уходит около 30 минут. В бункерах 7 тонн. Хватит на 2 часа работы. Техника умная, надёжная. Механизатору остаётся лишь проконтролировать, чтобы на пашне не было пропусков. Рапс маленько посложнее сеять, потому что он мелкий. Постоянно датчики пищат. Нужно чаще выходить, смотреть, визуально осматривать, что есть зерно, нет. Здесь пореже смотрим. Норма вызева для каждой культуры своя. Если на гектар рапса, например, надо в среднем 3 килограмма семян, то пшеницы около 300. На данной модели 2 бункера под семена, потому что мы удобрения уже врезали заранее, чтобы увеличить производительность при посеве. Тонн 7-8 входит в бункера. И часа на 2 у него хватает этой загрузки. В согласии, помимо заводоковских полей, ещё площади в Юргинском районе всего около 10 тысяч гектаров. Посев планирует завершить в 20-х числах мая. А если всё сложится, то примерно через неделю здесь появятся первые всходы. Первых всходов ждут и в СПК «Артур». В Галышмановском городском округе, кстати, прошли долгожданные дожди. Осадки разной интенсивности накрыли территории более половины муниципалитетов Тюменской области. Такая приятная новость для всех. Так вот, возвращаясь к СПК «Артур», там удалось избежать круглосуточной работы. Сейчас расскажу, как. Остановки в поле разве что с пылью разобраться. Механизатор Дмитрий Вдовин начинал на старом Кировце, а потом две уборочные трудился на комбайне. Теперь вот под его управлением современный посевной комплекс. Рассказывает, что старается очень быстро сеять. Вспоминает прошлый год, когда семена, которые легли в сухую почву, взошли только после летних дождей. Дали подгон и принесли аграриям лишние хлопоты. Пусть так-то мягкое, все хорошо, паханное. Но вот что, торопимся, чтобы дождей-то нет, чтобы в сырую землю хотя бы, чтобы сходы были равномерные. Стараемся поглубже, чтобы в сырую землю сразу в воронят, закатывают. На вторую неделю посевной в СПК «Артур» почти 15% полей уже готово. Начали с гороха сорта «Саламанка». К выращиванию этой культуры вернулись, потому что горох – хороший предшественник пшеницы. А она в этом хозяйстве королева. Из почти 3000 гектаров – 2400 под ней. Купили еще мы на 200 гектар в Заводоковском районе импортной пшеницы, немецкий сорт. Посмотрим, что он даст нам. То есть пробуем, экспериментируем. Хотели и кар взять, еще элиту. Но что-то взяли, импортный сорт попробуем. На полях «Артура» четыре посевных комплекса. Производительность высокая, поэтому работают только днем, а не как раньше, круглосуточно. А после – бронование и прикатывание. Бороны просто выравнивают, потому что стрелы сеем. Здесь все равно неравномерная заделка. Бороны все равно выравнивают, значит, и почву. Ну, где-то куски разбивают, конечно, они камни разбивают. Ну, и потом еще катки. Потом уже идеально ровные поля получаются, конечно. Потом уже приятно работать и на гиперсидной обработке. И комбайны потом идут уже по-ровному. Этот материал снимался, когда в муниципалитете еще стояла сухая погода, и аграрии так ждали осадки. Они все-таки прошли. Небольшой перерыв и снова в поля. Ведь к июню посевную нужно завершить. В Иссельском районе живут коровы-рекордсменки. Одна из них на сельхозпредприятии Эвика Агра. Удой этой галштинки за одну лактацию составил почти 18 850 килограммов. Тогда как средний показатель по области – 8 170. И качество молока тоже отменное. В десятку лучших Тюменской области также вошли животные сельхозпредприятий. Запсиб хлеб и сеть. Агрокомплекс «Самаяк» Тюменских молочных ферм. Тем временем в хозяйстве «Русское поле» теперь используют жидкие удобрения. Сельские хроники. Улучшители почвы в жидком формате начинают действовать сразу, не дожидаясь дождей. На Иссельском сельхозпредприятии «Русское поле» так работают третий год. Здесь оборудован цех, в котором обычные сухие удобрения растворяют в воде. И такую фракцию вносят в почву посевные комплексы. Они, кстати, тоже перестроены на внесение жидких удобрений. И теперь в хозяйстве наверняка знают, что использование такой формы дает прибавку урожайности от 2,5 до 3 с лишним центнеров с гектара. А само оборудование окупается за год. В поселке Галышманово на центральной площади установили арт-объект со смыслом. Это скамья примирения. Устроена так, что хочешь не хочешь, но придется прижаться друг к другу, а там и до примирения рукой подать. Идея установки такой скамьи принадлежит местному предпринимателю. Собственно, своими силами он ее и монтировал. В регионе сезон дорожных работ. В этом году отремонтировать планируют более 600 километров. Больше всего в Тюменском районе. Бригады приступили не только к ремонту, кстати, но и к строительству новых дорог. Например, работы начались в Успенке. Здесь планируют проложить сразу 6 улиц. Некоторые из них – грунтовки. В школах региона прошли последние звонки. Не успеем оглянуться, как экзамены закончатся, и ребята станут абитуриентами. Аграрный вуз загодя общается с учениками, чтобы пригласить их сначала в агроклассы. Ну а там, глядишь, ребята выберут профессии, связанные с АПК. У Галышумановских восьмиклассников и десятиклассников встреча. К ним приехали преподаватели аграрного университета. Конечно, рассказывали о профессиях, которые в будущем ребята могут получить в УЗИ. И уже сейчас пригласили поучаствовать в проекте «Мы выбираем АПК». Ребята, которые не желают в десятый поступать, после девятого класса могут поступать в аграрный техникум или колледж. Допустим, в агропедколледж в Галышмановском городском округе. Ну а те, кто хотят на высшее образование пойти, идут в десятый класс. Там совершенно другая программа. Вообще-то проект «Мы выбираем АПК для Галышмановского городского округа» не новость. Здесь он реализуется уже полтора года. В школах открыты агроклассы. Там ребята углубленно изучают дисциплины, которые связаны с сельхозпроизводством. Мы планируем не просто ознакомить детей с агропромышленным комплексом онлайн, но также вывозить их на предприятия, которые работают эффективно и успешно развиваются в нашем городском Галышмановском округе. Выпускники девятых и одиннадцатых классов 2022 года, скорее всего, уже сделали свой выбор. А вот у выпускников следующего года еще есть время, чтобы определиться и не ошибиться с профессией. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!